Значит, мы начали с остеопатических методик. А куда-то заехали, не туда. Да, и если была первая методика остеопатии, это работа с костями черепа, то следующая методика, основанная на том самом эффекте, это работа с структурами, которые соединены, казалось бы, тоже достаточно прочно и имеют достаточно серьезное влияние на здоровье непосредственно организма. Прежде всего, речь идет о мышечно-суставных комплексах, то есть о суставе и о тех мышцах и связках, которые к этому суставу прикрепляются. Так вот, проблемы снятия напряжения или снятия патологии вот в этой области, она очень хорошо функционирует именно в рамках похожей методики, как бы тоже называют, остеопатии. Я все-таки склоняюсь больше, что она относится к кинезиологии, но опять же, да, возвращаясь... А кинезиология – это определение? Что такое кинезиология? Потому что я слышала разные варианты и, скажем так, я... Кинезиология – это движение, лобус – учение. Да, это учение, учение, да, то есть это работа с мышцами, причем кинезиологи работают на мышцах в области тех областях, где идет спазмирование. А остеопаты работают, в принципе, с тем же самым, но они работают с мышцами и связками не в зависимости от их подвижности, а в зависимости от их местоприкрепления суставов. То есть они отталкиваются от жесткого образования. Если, допустим, мы говорим о том, что если спазмирована, скажем, лучевая мышца, то кинезиолог будет работать непосредственно с триггерной зоной и будет стремиться от триггерной зоны к суставу. А остеопат будет работать с этими, с этим суставом, и его растягиваем. Вся разница. А результат, кого лучше будет? В результате будет лучше того, кто лучше специалист. То есть, ну, ревность. На самом деле, мне больше нравится чистая кинезиология. Почему? Потому что очень часто бывают изменения, которые не дают работать. Ну, или достаточно долго процесс проработки суставов. Почему? Потому что либо мы работаем, скажем, с детьми с ДЦП или раннего возраста, у которых физиологическая контрактура, или наоборот, с очень пожилыми, у которых тоже возрастная контрактура, им просто тяжело, поскольку попадаясь часто на таких больных, то проблемы такой остеопатии, они очень медленно идут. При кинезиологии идут быстро. И там, где устойопату делают 10 шансов, кинезиологии хватает и 5. Здорово. Тогда может вот это у нас получиться? Об этом и речь идет. Это именно то, что он попросил. Да, она лучше может мы вот это, а на этом социализация. Всего все время, значит. Сегодня и в следующий раз то, что нам нужно, без апатия, а потом предполагается именно кинезиологией. Нет, так звучит очень заманчиво. И главное, без крови. Без игровых. Что, шло, там уже стеопатия, и прочее, и вот он пришел к тому, что кинезиология, это вот то, что вот... Вот когда Борис заявил, что он будет учить иглоукалывание, я ему сказала, что не понимаю, как это вообще, вот ты... Может, он еще такие жутки рассказывал, что там, значит, у него какой-то там друг иглоукалыватель, я так понимаю, очень талантливый, что он там иголки в живот загоняет чуть ли не на 6 сантиметров. Я вообще, как услышала, я говорю, как это можно вообще? А что? Ну, это такой риск вообще осложнений, риск это... Ну, кто такого не делал? Ну, это то, что он несколько лет назад... Даже иголки... Знаешь, что может быть... Ну, это так, как Асав делал, он загонял, да, ребенку, например, вроде пупка, но он загонял так по горизонтальному. Там загоняется очень на маленькое, как бы, расстояние. Я ни разу не видела, чтобы на 6 сантиметров заходила иголка никуда. Да иголка не может зайти на 6 сантиметров, там что-то ксаторы есть. Там же он меня тогда напугал. Я тебе говорю, что ты просто не это самое, не понимаешь, о чем, о чем речь. Я бы не попробовал. Не буду пробовать. Ах, кто тебя знает. Ну, нет. Ну, я покажу, а потом ты и не чуешь. Мне больше нравится течение такое неинвазимное. Хорошо, на мне попробуешь. Ты, потому что меня нравится. На тебе можно все попробовать. Ты любишь все это дело, в тебя, да. Это удивительно вообще. Человек, который на себе пробует все. Ну, так, давайте... Я ничего подумал. Значит, первое, это... Не боится, это да. Принципы... Ну, вот, как бы, основу мы проговорим. Принципы остеопатических техник. Принцип первый. Это установление диагноза. То есть... Вот, при выполнении этого принципа нам нужно очень четко понять, где проблема. Под этим подразумевается не клинический термин, а ситуация связана с проблемой в том или ином отделе. Причем остеопаты всегда работают на двух суставах. Поэтому, если, допустим, проблема в мышцах кисти, мы всегда работаем с суставами, скажем, да, вот этим, с пясно-фалагнами, вот с этими суставами. И очень часто добавляют в сустав локтевой. Если мы говорим о проблемах, скажем, да, плеча, то получается сустав плечевой и сустав локтевой. Всегда идут два сустава. Поэтому задача установить непосредственно, что, да, потому что, предположим, при вот такой контрактуре, казалось бы, да, непонятно, где проблема. Начинаем смотреть, вот этот пассивный двигается, а вот этот не двигается. То есть проблема вот здесь. Несмотря на то, что у кого-то... То есть вот это уйдет очень легко. Здесь практически достаточно классического массажа для укрепления мышцосвязок и плечевого чезапястного сустава. И такой контрактуре проблем, скорее всего, противоположные височной доле мозга и... Я не говорю про отчат. Я говорю про мышечные проблемы. Мы сейчас не разбираем причины. На самом деле, отчат там, а причина – это первый-второй шею позвонок. Где? Причина в голове? Нет, там причины могут быть разные. Я все послушаю. Нет, смотри. То, из-за чего произошла контрактура, это причина в голове. А то, из-за чего произошла причина в голове, это проблема нарушения кровоток обязательно. Вот сегодня ко мне придет женщина после боррелиоза. То есть, я просто заразилась этими боррелями, они ей там сожрали кусок. Я говорю про детей, которые в родах получают это дело. А, ну и там тоже есть варианты. Правильно. Если была внутриутробная инфекция, или там что-то во время беременности, какие-то нарушения, но суть-то все равно в этом. То есть, причина нарушения кровотока коры головного мозга разная. Если беременность нормальная, ребенок с чего развивался, все хорошо, не было инфекции, он и родился, и получил проблемы там, то причина это все и найдено. Не, ну у них физически мозг портится. Правильно, тут любой поворот головы... Например, гипоксия, длительная гипоксия, пожалуйста, там часть мозговых тканей просто умерли. Если мы говорим о точках входа, в систему, которая много умножена. Конкретно вот все. Мне нужно слишком много. Вот, например, туннельный синдром, я думаю, он обязательно начинается с шеи. Не только. Очень много замелеваний раннего детского возраста. С этим связанным? Не, я имею в виду у взрослых. Вот, есть вот этот классический... Мелиндзис. Скорее. Как это сказать, это... Нарушение концентрации. Нет. Когда болит рука, так что невозможно даже взять... Карпальный синдром. Ну, разное ее название. Ну, я думаю, другого. Не знаю, другого. Это карпальный синдром. Ну, здесь называется... Карпус, кисть. То есть, когда любые нарушения связаны. Вот, когда человек работает за компьютером, да, вот начинается, значит, болит, вот эта вот, как бы, часть, да? Потом, в этот момент, рука вообще перестает работать. Вот это вот, что называется... Ну, теннисный локоть, да, там, это... Нет, нет. Мы говорим... Вот это разные вещи. Локоть-то нечистый, это вот эта область. То есть, вот эти движения. Так, а... А вот эти движения, это называется карпальный синдром. Вот здесь проблемы. Ну, здесь я слышала, наоборот, туннельный синдром. Нет, нет, это... Это особенности перевода. Может быть, да. Карпусы такие. Поэтому это название, как бы, от уныния, это уже... Ну, потому что здесь этот тип, она считается... Слэнк. Ну, наверное. Ну, что-то вычили уже. Да. Вот, как оно. Итак, идем дальше. Значит, суть постановки диагноза, вернее, что нам нужно выяснить? Нам нужно выяснить два момента. Значит, что может быть? Значит, что может быть? Может быть гипромобильность, то есть, снижение подвижности, или гипермобильность, то есть, ну, грубо говоря, разболтанность в простонародье сустава, да? То есть, и то, и то является патологией. И оно лечится по-разному. Значит, при гипермобильности идет разболтанность, а при гипромобильности идет скованность и ограничение движения. Значит, вот теперь же, опять же, приведем терминологию к общему знаменателю. Что такое ограничение движения? Вообще, в принципе, в суставах. Вот смотрите, если, скажем, человек поднимает руку, вот он поднял до какого-то момента, ему больно. Дальше. Он поднимает, ему больно. Он, значит, поднимает, ай, болит, ай, он поднимает. Это не ограничение движения. Ограничение движения, это когда вот он поднял, а дальше он поднять не может. Ему, может быть, и не больно, но он все равно не может ее поднять. Вот это ограничение движения. Поэтому вот мы говорим сейчас именно об этой ситуации, потому что, когда поднимает, и ему больно, это не гипромобильность. Это проблемы, связанные с связочно-мышечным аппаратом, не с уставом. Ограничение движения это когда просто невозможность совершить полноценный оборот. Понятно? Чудаки-то улыбаются. Я вспоминаю просто одну историю. У меня приятельница, как-то, значит, она рейки занимается. От нее пришел человек, значит, примерно, вот ровно с такой проблемой, как вы рассказывали, он не мог руку поднять. Она с ним сколько раз работала. Спасибо. Он стал, значит, рука поднимался лучше, лучше, лучше. Потом он мне сказал, ты что мне сделал? У меня же инвалидность с ней, вот. Слово, о чем я говорю. Поэтому, когда ко мне приходят в битва хлюми, я говорю, вам когда на комиссию? Я иногда там был, в случае, когда я отправлял, вот после этого. Я тоже так говорю. Я говорю, смотри, у меня есть вероятность, что в комиссии ты поправишься. Хочешь? Не-не-не, выходи-ка ты в комиссию. Это у нас дело обычное. Ужаски вообще. А это Римма, что тебе сказал, что они не хотят с ним? Она хочет, то при этом я чувствую, что она как-то согласно хочет, допустим, она говорит, да, 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 да. Ай, конечно, понятно. Короче, и хочется, и колется, и мамы. не-не-не, это будет, улучшение пойдет, и все, они перестанут. Мы о другом просто, у нас вчера была женщина. Вчера была, был ребенок очередной, а у с аутизмом. И я всем сейчас говорю, идите подумайте. Ребенка можно вывести, хороший ребенка можно вывести. Готовы не к тому, что ребенок стоит полностью здоровым. Да или нет? Вот идите подумайте, сейчас вы скажете, да, но идите подумайте. Причем ребенку уже 11 лет, он все понимает, он как бы умный. А помнишь, Давид, когда ты еще, помнишь, начинал, да, когда я сказал, что так будет, ты говоришь, не может быть. Как это не может быть? Мы уже наелся. Постоянно это. Я отправляю людей постоянно именно так. Так это стал отправлять не сразу, какое-то время. Нет, те, которые с мальчим приходят, там обычно этот вопрос не стоит, потому что еще не привыкли, как бы хотят нормально. А вот уже с более старшими, там уже... Ну и с маленькими тоже. Вторичные выгоды. Помните, вы рассказали, что во время одной из лекций по поводу вторичных выгод, так вот, одна из участниц после этого тут же исчезла. Она все ерзала, ерзала. Эта участница, кстати, родила здоровую девочку с тех пор. Ну, здоровую. При таких родителях ты здоровая, ты знаешь, как ты соревновляешься. Нормальная девочка. Прекрасная. Ну, смотрите, к сожалению, это реальность, и здесь мы никуда не можем делать. Значит, второй принцип, техник всех вот этих вот остеопатий, ну, будем называть это остеопатией, не знаю, как вы это будете называть, я не люблю применить и никаким актером, но не важно. Это восстановление подвижности со всеми вытекающими последствиями. То есть, восстановление, техника направлена на то, чтобы сустав сам по себе стал работать полноценно. То есть, снимается ограничение, мы говорим о гипомобильности, то есть, там суставе, который, который, подвижность снижена. То есть, мы его восстанавливаем. причем восстанавливаем практически всегда через пассивные движения. Я вам на следующем занятии просто мы тогда сразу поставлю. Что такое пассивные движения? Пассивные движения это те движения, которые ты делаешь сама пациенту. Ну, например, то, что я показывал ограничение движения в этом суставе, да, это делаешь пассивные движения таким образом сама. Пассивные с точки зрения пациента. Пациенты, конечно. Кто-то ему делает. понятно. То есть, он сам пассивный. Спасибо. Именно это только и делается во всех традиционных центрах с теми, кто в коме и так далее. Их сажают на устройство, у них руки вот так отвертятся, к примеру. Или кто-то им подходит и что-то там делает. Вот это пассивные. Да, но здесь есть определенный момент, потому что, скажем, если мы начинаем чисто вот уступатические методики, как работаем, то надо подключать и другие методики, в частности механизм обратной связи. Ну, для кома это не очень работает, а вот для больных это работает однозначно. мы об этом говорили, что мы начинаем всегда со здоровой стороны, и вот как раз здоровую сторону человек работает активно, а с больной стороны он работает через голову, то есть вот, допустим, рука не работает. С детьми в этом плане сложнее с одной стороны потому что они плохо представляют задачу, но с другой стороны есть варианты, которые помогают это делать. Один из вариантов это работа с компьютером. Почему? Когда, в принципе, появился механизм обратной связи разработан, он именно для этой цели и разработан. То есть, скажем, человек работает, ну, там, скажем, игра или он что-то набирает, он набирает здоровой рукой, правда, и не может. А потом он что делает? Он представляет, вот эти же самые шрифты, он представляет, что он набирает больной рукой. То есть, вот он реально нажимает, допустим, там, удар, М, там, а рука не работает, он пытается ее двигать. То есть, как бы механизм оттуда очень хорошо это работает, в свое время. Мы начинали, там компьютеров таких не было, у каждого когда это было? Ну, начала 90-х. Вот, и очень хорошо это работало в рамках музыкальной терапии. То есть, игре либо на струнных инструментах, либо на пианино. То есть, здоровая рука там нажимала до рамки фасоли, а больная, она как бы повторяла это. То есть, суть заключается в том, что он представляет, как нажимает, и сигнал идет не от руки сюда, а отсюда на руку, чем он называется обратная связь. на этом, на этом, примет музыкальной терапии вот с детьми американец один придумал, который меня в Америку и возил. Потому что, когда он увидел, что музыкальная терапия может быть маленькой частью всего комплекса, ему это очень понравилось, поскольку очень хорошо вписывается. Значит, ну, сами моменты я вам покажу. Особенно это интересно и важно то, что мы говорили про при работе шейным отделом. Почему? Потому что то, о чем мы говорили, что первый, второй шейный позвонок, который зажимает там же тоже как бы суставы внутри, межпозвоночные суставы. Если происходит зажим в этой области, то нарушается кровоток коры головного мозга. Чем первый, второй? Потому что весь кровоток бассейна коры головного мозга, обоих повышали, он проходит через вдоль перво-второго шейного позвонка. Если здесь мышцы внутри мышц и как бы сжать их, вот надо постараться, по крайней мере, удавку нацепить, чтобы сжать, или перерезать, то в районе первого-второго шейного позвонка мыс практически вот этих уже цивидных, ленящих мышц, их уже нет. И сосуды, особенно позвоночные артерии основной базис основной базис для питания коры головного мозга, они проходят непосредственно лежа на позвонках. Поэтому малейший сдвиг, и какая-то часть артерии пережимается. и все. И получается с одной стороны, да, если блок мы там видим, то вот тот участок, почему невозможно предугадать, что будет при том или ином повреждении чайного отдела. Потому что неизвестно, какая часть сосуда пережата. То есть, где не хватит кровотока. А там, где не хватит, он потом выдаст в проблему. И в зависимости от объема эта проблема проявится сразу, позже и так далее. Иногда бывает, вот, когда мы начали этим заниматься в центре, я рассказывал в свое время, что... В каком центре ты их не знаешь? В Питере. Ну, расскажите про этот центр. Ну, ты рассказываешь. Нет, я знаю тоже немного. Даже название точно не знаю. Ну, название у него в реабилитационный центр. просто был. Я не знаю, что сейчас там стало на самом деле. Вот. Откуда вот эта ассоциация здоровья детям взялась? Там тоже история. Девушке нужно рассказать. Вот эта вот история была очень интересная. Дело в том, что, когда мы стали все дело создавать, стало понятно, что либо мы это все делаем на платной основе, что просто нереально. потому что мы сами представили. Это 90-е годы, да? Да, это конец 90-х. Это центр открылся в 88-м построили, я пришел еще на стройку, в 89-м, где-то с 90-91-го года вот эту программу мы уже создали. и либо могу сказать историю создания программ. Ты это слышал, по-моему? Частично. суть такая, когда сделали этот центр, значит, первое, что стало как бы задачей, это понять, что мы там будем делать, потому что реабилитологи, мы были первыми, никто не знал, чем... то есть научили нас всему, но чего-чего делать, и мы стали приглашать, такая идея появилась, сделать на нашей базе как бы центр ну, медицинской техники, технологии. То есть аппаратуру испытывали, тогда было очень интересно, полетел этот оборонный комплекс, и все пытались умные люди, ну, а Питер оборонный комплекс, сами понимаете, какой, и все пытались понять, что им делать, и первое, что у них стало появляться, это они стали разрабатывать медицинские приборы, вот, а поскольку они понятия не имели, это инженеры, они понятия не имели, что делать, вот, они стали приходить и спрашивать, ребята, а чем надо, вот, у меня родилась гениальная идея, я сказал, что смотрите, я вам скажу, чего надо, но у меня есть одно условие, вот вы делаете, опытный экземпляр, вы приносите нам, вы его наставляете, мы работаем, потом я вам говорю, годится, не годится, подавать заявку, не подавать, короче говоря, чего у нас только не было, это вообще уму непостижимо, у нас было практически все, я смеялся, в Кремлевской больнице такого нету, ну, например, скажем, приехали ребята из, по-моему, Горького, то бишь, тогда он был еще горький, значит, они делали озонаторы для подводных лодок, вот, они приехали, говорят, там это нужно, явно, вот, они приехали и говорят, смотрите, все, как бы, вот как это использовать, я говорю, ну, поставьте нам озонатур, дайте попробовать, они нам привезли, он же должен был практически, они нам привезли такую, типа барокамеры, ванну, значит, она закрывается сверху пленкой, выводится, как у мозга, она выводится на это самое, и пропускается азот, я пришел к хирургу, я говорю, Олег говорит, слушай, давай мы попробуем, раны, вот, приходят дети, там, порезанные, раны гноятся и так далее, давай мы попробуем, ты не будешь их вскрывать, а мы их в эту ванну положим, веришь или нет, без рубцов, проходило вот тут же, вот мы его в ванну опускаем, через 10 минут вынимаем, кожа чистая, потом мы начали работать с ожогами, и до ожогового центра никому не довозили, все привозили туда, то есть ожоги проходили вообще безумцы, вот это вообще никто в мире не делал, и только сейчас я читаю, что озонаторы стали устанавливать, сейчас есть барокамеры и там это детей это... первая барокамера была у нас, хирург, хирург вот так вот сидел и на все это дело смотрел просто, потом мы стали маститы также лечить гнойные, тетку в озонатор положишь, с голыми сисками выходит, у нее молоко течет, то есть застой обходил, очень интересно, ну вот и вот эти все, ломо нам делало, то что сейчас, это все больницы заменят на эти барокамеры? Световые, световые эти, вот светолечения, вот эти вот аппараты с разными лампочками, с разной длиной волны, первые были у нас, у меня кабинет был целый, у меня физиотерапия была, целый этаж, вот такое огромное здание, четырехэтажное было, центра, и вот этаж вот такой, было только отделение физиотерапии, в каждом, неважно, так вот, дело не в этом, дело в том, что помимо всего этого прочего, мы приглашали, ну, ведущих специалистов, у которых есть, как бы, какие-то новые исследования, приглашали читать лекции, то есть они приглашали, приглашали, приезжали, мы давали объявления, там, среди сообщества докторов, и все приходили, значит, платили за это сколько-то, вот, и слушали эти лекции, ну, то, что сейчас семинары проводятся, всякие разные, вот, и приехал один профессор, потом он стал академик, из Казани, такой профессор, ратный, Юрий Александрович, И он, он невролог, он был руководителем кафедры нервных болезней Казанского института совершенственных врачей, вроде как умер, тогда он, и он что делал, он стал изучать апелепсию подростков, вот дети, ну, как дети, подростки, там, это же взрослое, с 15 лет, и вот он брал, и он выяснил, опытным путем, что, по статистике, что практически все дети, у которых эпилепсия возникает в молодом возрасте, были послеродовой травмы, ну, да, и повреждения шейного отдела, причем они, они открыли, да, они открыли способ диагностики этого повреждения, потому что так не видно, а вот если через открытый рот снять, да, то первый, второй позвонок видны, они стали снимать, у него училась ледяного, доктор, из Тюнини, которая вот защитила диссертацию, по этому делу, уехала в Тюнини, вот это не понятно, если проблем с шейным отделом, то почему вот электроэнцефалограмму показывает там, скажем, очаг там, там, сям, то есть, это же связано здесь. А потому что возбуждение, то есть, недостаток кровотока вызывает ответную реакцию какого-то центра, повышается его возбудимость, идет эпилептическая волна, то есть, не все дети с повреждениями страдают эпилепсией, но все дети ранее эпилепсии, это дети с родовой травмой. после лечения тюрьмы. И я, Иерус, это все дело послушаю, я к нему подхожу, я говорю, Юрий Александрович, скажите, ну вот эпилепсия понятно, а остальные проблемы? Он говорит, остальные проблемы, говорит, меня как бы не волнует, я этим не занимался. И вот у меня родилась идея, я говорю, ребята, а что же происходит с другими, в смысле, у детей, у которых нет эпилепсии, а если родовая травма, что бывает? И вот мы, коллектив молодой, новый, всем стало интересно. Довите еще? Короче говоря, мы направили специалистов в Казань, в Тюмень, они поехали, проучились и решили сделать один эксперимент, поскольку центр располагался очень удачно, то есть это была как бы и поликлиника, и революционный центр, микрорайон изолированный. Ну вот как, например, ну не знаю, Гело в Верусалиме, вот он отдельно, и все как бы свое. И можно было всех детей новорожденных пропускать через диагностику. И мы пропустили. И мы выяснили, что дети, у которых есть повреждения шейного отдела, составляют 66% населения. 66% всех детей рожденных. То есть проявляется по-разному в той или иной степени. А дальше стала изобретаться программа реабилитации. Вот когда мы эти цифры опубликовали, разразился дикий скандал. И если бы у меня не было возможности доказательства повреждения шейного отдела, мне даже здесь, я вам не показывал, дочь прислала у меня есть снимок, как они меня задолбали реклама это. Есть снимок, когда у ребенка практически голова оторвана. То есть суставная щель между С1 и С2 и С2 и С3 разница вот настолько. То есть это вот такая, это вот такая. То есть его просто выдернули. Вот когда показали, что вот ребенок акушер принимали, причем не просто показали, это было заседание коллегии Минздрава выездной, там замминистра приедут. На три раза снимали с работы эти публикации. Там заболеваемость новорожденных выросла в сотни раз. Можешь себе представить? Если все дети здоровы, оказывается что сейчас 6% из них больны. Я говорю, ребята, вот посмотрите, вот ребенок, медкарта, диагноз выписка из роддома, диагноз здоров, а вот его снимок. Вы видите, он здоров, у него голова оторвана. Это ребенок там в три месяца, а в год у него будет ДЦП. Он не может быть здоров. И так далее. Вот тогда это стали, к этому стали смотреться. результатов как-то не видать насчет смотреться. Как были дети из ДЦП, так и есть. Здесь да, здесь это вообще не, не, в Союзе на это сейчас, в России мы это стали смотреть. Вот после в 90-е те, кто родились спрашивала по поводу там мы ехали в Пельпиад как раз по поводу методики вот то, что кто-то там спрашивал через лечение Атланта куча заболеваний, аутизм тоже, помнишь? Мне спрашивали. Лечение что? Атланта. Первое решение позвонок. Да. Не знаю, не помню такое. Ну, по крайней мере, когда ты пошла и тебя там ждал, я на тему отвечал просматриваю. Такого! А я тут при чем? Ты на эту тему отвечал, когда я... Да, вы, может, поговорили как раз об этом. Вы, думаете, сказал про это. Так вот, Сеф, значит, когда стал вопрос о программе, то есть, ну, реализации реабилитации, стал вопрос о том, что все готовы как бы вот дать аппаратуру и все под это дело и лекарства и деньги и все. Но государственные организации все дело принимать не может. и вот тогда у меня родилась гениальная идея создать родительскую ассоциацию. Вот тогда родилась ассоциация здоровья детям, которая потом стала, после того, как я уже уехал, она стала городская, там влилась в какую-то... объединились название сложную, там 5 букв каких-то, аббревиатура. Вот она стала юридическим лицом и они стали все получать. То есть, они получают, скажем, там, аппаратуру и так далее. участвуют юридическое лицо. Вот, 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 вот. Вот, возраст теперь заплатит или не заплатит? Юридическое лицо. Юридическое лицо может быть он, а ты на автоле. Нет, мы в том-то и делали, что мы сделали... Не может он один быть юридическим лицом. В Израиле так не работает. Да. Он один как один, он частное лицо. Только мы вместе можем быть юридическим лицом. А вряд ли, потому что они... На следующей неделе придется к ним топать ножками и выяснить. Смотри, я тебе могу сказать, что у меня эсек был, да, когда я работал в битологе, а потом мы шли, они меня, как бы, автолу мне платили. При всем моем эсеке. Они обязаны по закону, но биток-люминин же такая интересная организация, они любую лазейку, как бы... То есть, у тебя ноль доходов пока что в этом... У меня ноль доходов все. Пусть он докажет, что это кушет, это наследующий будет. Тем не менее, это не значит, он хочет, что придется к ним эти ноги. Нет, пойти-то надо, но ничего. Вот о чем родилась эта ассоциация? И с тех пор, да, вот он же председатель это была... изначально изначально это ассоциация детей-инвалидов была. Семей, вернее, детей-инвалидов, здоровье-детям, да, она так и называлась, а потом она вошла как части в эту вот группу, там руководителем была вот эта мамаша, которая работала у меня председателем, сейчас она уволилась, ее зам стала председателем этой ассоциации, до сих пор меня помню, где разговаривали, ну, интересно так было, на самом деле, поэтому они как раз, ну, это мощная структура, они работают с мэрией, они работают с фондами, то есть, ну, представь себе, сколько лет они действуют. Потом там была еще структура, она сначала была отдельно, а потом она влилась, родительский мост, это ассоциация, которая отвечала за усыновление, то есть, они занимались подбором приемных семей, причем за границей, это была единственная организация, которая имела юридическое право подбирать и отслеживать вот процессы вывоза детей в приемные семи за границей. Понятно. Теперь давайте, если мы с этим закончим, то, что я всех спрашивала, а как это лечит полноценный петел. Вот у него, скажем, голова как стеатурная, что с этим делать? Значит, основная задача это восстановление мозгового кровообращения, то есть, прежде всего, но опять же, это комплекс, направленный на это все. во-первых, это крайне сакрально, это массаж, это работа на ослабление той же контрактуры в районе шеи. Грудное плавание, кстати, очень хорошо. Причем, грудное плавание, что же грудное плавание? Грудное плавание это плавание грудных детей. А, не задуман, там, прижимают груди. Не, 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 это же я, есть мы грудимы, гласка, гласка. Только суть плавания должна быть в том, что плавание на спине особенность, да, и есть техника, тоже можно показать. Ну, это есть у нас пациентка, но они когда пришли, там был вообще тихий ужас. Сейчас-то у нее, как бы, контрактуры нет, и все такое, но у нее есть тики, значит, а тики, как бы, то, что вот я вижу, у нее вот, то, что вы рассказываете, как раз у нее неправильно вот из-за всех вот этих вот судорог и прочих, у нее неправильно сформировались вот как раз первый, второй позвонок вот здесь. И поэтому любая, как бы, скажем, вот, любая нагрузка, да, у нее происходит как бы судорога. То есть, это не эпилепсия, а это вот просто вот раз, пережалось, а она потом вернулась, как бы она пришла в себя, да, вот, и что с этим делать, совершенно непонятно. Очень понятно. Надо работать, во-первых. То есть, это судорог, она только мышцей или лицо тоже. Не-не, это шея, это... Ну, надо работать с мышцами шеи. Во-первых, это надо работать с мышцами шеи. С лицом у нее все хорошо, как раз. Нет, нехорошо. Пока есть судороги за счет чего? Это мышечный спазм. Правильно, но у нее, как бы, разные эти судороги, вот, тяжелые судороги идут вот именно вот отсюда. У нее там есть еще другие, там тоже с позвоночником, с более, как бы, с другими отделами. Так это просто разные мышцы. Да. Более мелкие мышцы дают более мелкие подвижки. А, допустим, трапециевидные, длиннющие мышцы, или грудина, очень состовидная, она дает вот этот вот спазм, которым ты говоришь. Нет, у нее же бывает тик такой, значит, она начинает смеяться и как бы бежать. То есть, вот, Тише бежать. Вот бежать, вот ногами прям вот бежит, ха-ха-ха-ха, бежит. Это тоже тик такой, как один из примеров. Ну, это, я думаю, что это как раз ситуация связана с корой. Она, нет, она связана с корой, понятно, но как бы триггер возникает именно вот где-то вот здесь. Так что его надо снимать. И вот он снимается только руками. А он снимается и снимать не надо. Он проходит он мгновение, раз, там, несколько секунд, и все. Так что бы он не возникал, ты чего? Момент напряжения, так вот, чтобы вот этого спазма не было, надо работать со здоровой мышц. у нее совершенно там четко, значит, вот, например, пока она просто вот там расслабленная, там все такое, то есть нормально. Как только начинает, скажем, на нее давать нагрузку, там, скажем, обучение, там, она в специальном садике, там, ходить там, она поначалу, ей все это нравится, а потом, значит, видимо, мышцы входят в какой-то тонус, и, значит, и начинаются вот эти вот, вот поэтому надо работать с мышцей, пока она расслаблена. Ее надо просто приводить, в том числе, ее надо просто приводить в соответствующее состояние, чтобы она держалась, чтобы она не... О, а как она может держать, вот в том-то и дело, что... Так ее надо тренировать. А как ее тренировать, эту мышцу? Ну, как руками. Да. Руками, вот хорошо тот же массаж делать вот этим же апельсиновым маслом. Ее делать стоп-массажи, что там уже, я не знаю, бедный ребенок. Не, не надо делать крайнюю, сакральную, надо делать массажи. Здесь она приезжает к вам. Да, она раз в неделю приезжает. Ну, давайте я попробую. Ну, они завтра приедут. Давайте попробуем. Мы говорили с Давидом, Давид, вот это как раз тот вариант, если они могут, пусть они приедут, допустим, раз в неделю в натальню. Я попробую. Я думаю, что получится. Как раз тот случай, когда... Я не говорю о том, что ты делаешь что-то плохо, я делаю что-то хорошо. Не в этом дело. Это разные методики. Ну, я понимаю, да. И всегда успех, он всегда на стыке методик. То есть, они были, например, они ходили к шлому, получили резкое улучшение. значит, судорог дети участились, увеличились и так далее. Ребят, поэтому я, конечно, предложу... не умоляю его в качество его работы. Не забывайте одну простую вещь. Он не педиатр, он не работал с детьми. Это совершенно другая техника. Это специфика работы. Почему? Потому что сама структура мышц, сама работа центров коры головного мозга, само кровообращение этих центров, оно разное. Поэтому, вот почему я говорю, что в Израиле с детьми практически вот в рамках медицины и реабилитации практически никто не умеет работать. Потому что даже те, кто пытаются, они пришли из взрослых специалистов, они не умеют. Это не одно и то же. Ну и понимаешь, что это не одно и то же. Но у нее там, вот, к сожалению, проблема. То есть, если позвонки, они физически неправильно сформировались. То есть, что можно с этим сделать? Вот это вот... Корректировать за счет мышц только. Ну вот. А с мышцами проблема. И как? Вот. Это первое. И второе. Смотри. Следствие того, что они неправильно сформировались, проявление, это изменение кровотока. Так вот, надо стараться изменить кровоток за счет образования коллатерария. То есть, грубо говоря, сделать центурную, сделать его не оперативным путем, а заставить организм найти обходные пути. У нее там уже столько уже организма нашел путей. Я говорю, вы бы ее видели, когда они пришли. Это был комок боли. Это была сплошная судорога. Это хорошо. Это было с максимальной степенью плюс микроцепалия. Значит, есть прогресс, значит, хорошо по ней, хорошо идет. Что значит, хорошо идет? Нет, они нормально живут. Они когда пришли, ей было полтора года. Они полтора года не спали. В общем, это было жуть. Ее нельзя было накормить. от них требовали соцслужбы, чтобы ей ставили зонт, выживляли желудок. Сейчас они живут нормальной жизнью. Это надо просто довести до ума все остальное. Но тем не менее, вот как бы... Надо попробовать справиться. Так что на вопрос, как бы, был ли прогресс, ха-ха. Он снял видео и принес диагнозы там... У него у масонов есть какой-то невропатолк, там чуть ли не лучше в Израиле. Он им принес, это все показал. Он говорит, так не бывает. Это, говорит, быть не может. Это они все так делали. Ну так, тем более... этот диагноз, говорит, этому ребенку не соответствует. Это вопрос не может быть. Ну, то же такое часто... Если бы он видел этого ребенка своими глазами, вот когда такие диагнозы поставили, он бы знал, что да, это правильный диагноз, это именно тот диагноз. Ну, такое тоже было, когда привезли ребенка, который родился в том числе мечте.